Таким наиболее глобальным вопросом, который стоит перед исследователем, который вообще сталкивается с турецкой или исламской темой в польской литературе, литературе и полемической литературе, связанной с путешествиями, это вопрос о том, как вообще формировалось представление о мусульманах, об исламе, о польской общественной мысли. И, в общем, стоит сказать, что этот процесс был довольно долгим. И, да, наверное, таким происходит и сейчас, и в каком-то смысле наиболее яркие эпизоды стали важной частью польской культуры. И важно еще сказать, что здесь интерес к взгляду на ислам – это всего лишь одна из такой маленький элемент взгляда поляков на иноверцев вообще. И, наверное, люди, которые пришли сюда, имеют какое-то представление о том, о польше, о польской культуре. И таким важным элементом польской классической культуры, сарматской, всегда была идея о том, что в Польше, в польской культуре удивительным образом была сформирована некая идея о веротерпимости. Что, да, в отличие от Западной Европы, да, от соседей, может быть, и на Востоке, да, поляки в какой-то короткий период времени считается, что, в общем, были более веротерпилыми, чем все остальные. При этом оставаясь католиками, да, в большинстве своем, да, и это, в общем, такой миф, который является такой, в общем, важной частью мифа польскости. Вот, и, наверное, тема отношения к исламу, она, с одной стороны, может показаться второстепенной, да, но все-таки, да, когда мы говорим о веротерпимости, мы говорим о чем-то более-менее универсальном, да, и польский пример в этом смысле очень интересен. Он интересен, в первую очередь, тем, что в наиболее интересный, в наиболее важный период польской истории, да, то, что носило название такое историческая речь посполитая, да, она включала в себя не только католиков, да, не только протестантов, но также было довольно большое количество, большое население было православным, и в том числе на территории Речи Посполитой проживали и мусульмане тоже, да, то есть выходцы из бывшей Золотой Орды, да, и я думаю, что многие из вас знают, что, в принципе, и какое-то меньшинство мусульманское есть в Польше и сейчас, да, и на территории Белоруссии, да, которая тогда входила в Великое княжество Литовское. Соответственно, возникла такая, в общем, не столько у меня, сколько, в общем, к той, если можно так сказать, научной школе, которой я принадлежу, да, или пытаюсь принадлежать. Идея о том, что было бы интересно сравнить взгляды, да, представителей одного общества на, да, сравнить взгляды, допустим, людей, проживающих в одном культурном фоне, да, на, в качестве примера, да, на ислам, да, и сравнить, есть ли разница в этом, как меняется этот взгляд, да, исходя от того, исходя с того, к какому, какой вере, в общем, они принадлежат, да, и когда мы говорим о польском обществе, мы говорим о католиках, или мы говорим о шляхте, или мы говорим о ком, и это на самом деле очень важно, да, потому что есть, скажем, определенные тенденции, которые говорят о том, что поляк-католик не есть, в общем, поляк-православный, да, поляк-православный, то есть жители Речи Посполитой там православного вероисповедания, да, и, да, и что делать там с представителями, да, вот этого маленького татарского меньшинства, которые продолжают оставаться мусульманами, и, да, как бы они же тоже считают, да, в каком-то смысле, что, в общем, они то, что называется поляком, да, и тут, как бы, есть возможность, да, обратиться к тому вопросу, как конкретно наше, да, вероисповедание, да, католическое или православное влияет на отношение к иноверцу. Поскольку тема весьма глобальная, то я всегда, когда обращаюсь к теме польского взгляда на ислам, я всегда беру какую-то норму, то есть норму, может быть, я неправильно выразился, да, но речь идет о именно католическом взгляде на ислам, и это очень такой значимый фактор, да, потому что есть, я, в общем, выдвигаю постулат, что в самом католицизме есть, скажем, некие элементы, которые влияют на отношение к иноверцам, и это, вот это влияние имеет, отличается от того отношения, которое, да, будет, скажем, подданного речи посполитой, допустим, православной. Что еще важно? Важно то, что, когда мы будем сегодня говорить о взгляде на ислам и мусульман, то тут важно, что не само описание того, да, во время путешествий, да, то есть интерес вызывает именно то, как это описание сделано, да, то есть нас интересует, я не пытаюсь реконструировать какие-либо элементы жизни Востока или того, как проживали турки, татары или арабы на тех территориях, мне интересно то, как это описывается бульскими авторами, и тут, да, опять же, возвращаясь к такому небольшому вступлению, нужно сказать, что история вообще, вот эта турецкая тема, она была очень глобальна, да, и, как бы, если изначально можно говорить о том, что она очень сильно находилась под влиянием западной литературной традиции, то есть, да, известно, что, да, такая вот, расцвет антиисламской литературы, посвященной Востоку, ислама, это, конечно, эпоха крестовых походов, да, в общем, французские, грееческие эпосы, там, всем известны, там, всякие хроники, например, Геома Тирского, да, то есть, процесс, то есть, описание крестовых походов, да, и, да, тех событий, вот этой бесконечной войны, между христианами и мусульманами, да, это, как бы, являлся в некий период вообще, да, костяком литературы о Востоке вообще, да, да, я помню, что в свое время была даже некая цитата Жака Легов, такого французского историка, я думаю, тоже все знаете, да, что эпоха крестовых походов – это ключевой и единственный момент столкновения Востока и Запада, и вокруг которого, да, крутится вообще вся история взаимоотношений долгой-долгой, да, период времени. Извините, пожалуйста, в связи с этим нужно нормальное уточнение, известно же, что поляки не участвовали в этих событиях непосредственно, а вот эта вся история из Запада и Европы, она в Польшу пришла, то есть, она была достоянием вот к этому времени, о котором мы говорим, польского общества, память, о том число, и все эти события, и это было как-то очень далеко и опосредованно. Ну, французов – понятно, англичан – понятно, а поляки-то? Ну, скажем так, когда мы изучаем эпоху крестовых походов, мы… Никто никогда не говорил, что поляки не участвовали в крестовых походах. Да, когда мы изучаем историю первых крестовых походов, мы знаем, я не знаю, Петра Пустыника, да, и так далее, мы знаем ключевых персонажей, мы знаем, что западнохристианское рыцарство несколько раз на протяжении, там, несколько столетий, да, выдвигалось в попытке отбить святую землю, да, и изучая эпоху крестовых походов, да, там, к тому же Успенскому, да, мы, в общем, изучаем ее, в определенной литературной традиции, которая сложилась. Да, но представьте себе, что, скажем, есть клич Папы, да, о том, что нужно идти освобождать святые земли, да, и каждый христианин, католик, это ощущение необходимости освобождать святые земли в себе чувствует. И, я думаю, и, в общем, есть, да, определенные исторические свидетельства о том, что, да, пусть не ключевыми персонажами, но польские рыцари тоже участвовали, да, они не участвовали, как, скажем, никогда не были каким-то, составляли какое-то большинство, да, были люди, которые, наверное, также, да, вместе, как французские рыцари со своими вассалами, особенно, я думаю, что это касается Силезии, да, которая была очень под таким всегда немецким влиянием, я думаю, что в составе немецких рыцарей они и сами участвовали в крестовых походах. Помимо этого, все помнят, наверное, да, вот знаменитую битву под Варной, да, когда польский кровевладислав, да, пошел освобождать, да, на помощь восточным христианам, да, против турецкого султана, это осмысливалось тогда тоже в качестве крестового похода, да, то есть был даже такой, он не является, там, классическим крестовым походом, но современниками он тоже осмысливался как крестовый поход. Помимо этого, ну, да, тут то, о чем я хотел сказать чуть попозже, но сейчас скажу, да, была определенная литературно-полемическая традиция, да, то есть традиция, в первую очередь, религиозная, да, в которой были определенные нормы описания иноверца и, в первую очередь, мусульманина, да, потому что мусульмане, там, да, эта норма была создана, да, появилась, появившаяся во времена крестового похода, она как бы существовала, существовала довольно долго, да, вплоть, в общем, до, наверное, XVIII века, да, именно эта норма существовала и польская литература, особенно полемическая, не могла ее игнорировать. И на, вот в этом, в польском культурном фоне появляются, особенно после битвы под Варной, вообще такой расцвет польской именно полемической литературы, связанный с исламом, это, конечно, XVI-XVII век, вот, когда возникла, да, вот в процессе формирования идей сарматизма возникла идея уникальности, да, вот, польского шляхетского народа, да, сарматов. И, да, тут же таким образом, да, возникла сверхидея, что уникальность, да, вот этого сарматского народа в том, что если мы такие уникальны, соответственно, мы являемся защитниками вообще всей, как бы, христианской цивилизации. Если христианская цивилизация, она в первую очередь католическая, да, то если мы являемся защитниками христианской цивилизации, соответственно, мы защищаем ее от внешних врагов. А внешний враг – это всегда восток. Да, то есть, это идея защиты, да, вот это постулат рыцарь-защитник веры, он умудрился в польском самосознании слиться с идеей, да, с такой национальной идеей. Вплоть до 18 века главный враг – это ислам, да, потому что… У вас, как бы, ситуация, да, когда кто является главным политическим противником, если вот, да, рассматривать, да, как бы в противостоянии востока-запада, да, это сначала, да, там, мавры, арабы и так далее, да, с которыми там более или менее упорно борются, там, от Испании заканчивая, опять же, святой землей, да, после того, как ушли, уходят арабы, у нас приходят тюрки. Тюрки становятся мусульманами, соответственно, у нас угроза завоевания Европы мусульманами, да, турками, турки идут к Вене, турки берут Будапешт, да, то есть у вас после того, как уходят арабы, приходят турки, но мусульмане остаются, да, и вплоть до момента, когда польский король Ян Собецкий, да, разбивает турок под Веной, и Европа выдыхает идея, что главный враг – это ислам, она, как бы, превалирует. Соответственно, создается целый комплекс литературы, связанный, да, который идет, соответственно, от эпохи крестового похода, который описывает, да, да, в общем, какого-то врага, да, и польская литература не может этому, как бы стоять в стороне, да, и есть целый ключевой набор, да, авторов, которые создают такие наиболее важные сочинения, посвященные исламской тематике, да, и, в общем, там, знаменитый Станислав Ажиховский с его турциками, да, и, там, Петр Скарга, у которого в сеймовых проповедях есть идея, да, вот эта знаменитая турецкая идея о том, да, о необходимости войне с турками, да, есть знаменитые работы Старовольского, да, посвященные двору турецкого султана, важна отличительная черта, почему мы сейчас не будем говорить, не говорим о, говорим о полемической литературе, важна ее отличительная черта в том, что она, как бы, сама себя повторяет. Люди, которые писали эти работы и переписывали, они никогда не были на Востоке, для них это не имело никакого значения, да, они, то есть тот же Шимон Старовольский, да, написал ключевую работу о дворец турецкого султана, эта ключевая работа издавалась вплоть до начала, до середины 18 века, вот, у нас в историческом музее только, только три, только у нас три списка, то есть в конце, уже в 17 веке в Москве, готовясь к войне с турками, да, да, которая, в общем, у нас довольно долго, да, рассматривалась идея о том, нужно ли участвовать в военных священной легии, не нужно, да, возник вопрос, да, с кем конкретно будем воевать. И что мы делаем? Мы берем польскую полемическую литературу, переводим ее, и на ней изучаем того, в общем, кто-то, кто из турки, что из ислам. Да, причем эти переводы, они вообще требуют такого отдельного рассмотрения, потому что они по-своему, в общем, уникальны, да, и получается, что переводя польскую литературу, в Москве читают на самом деле не польскую литературу, да, потому что сам Старовольский, как я уже сказал, никогда не бывав в Константинополе, взял и перевел итальянскую литературу. Соответственно, в Москве уже читают итальянскую книжку в ее польском исполнении, да, и когда, опять же, да, возвращаясь к тому, что я сказал, что, почему интересен именно вот период, перелом 17-го, 17-го века, да, потому что оказывается, что переводя книжку с польского, да, возникает вполне логичный вопрос. А тот образ иноверца, который вы читаете в этой книжке, да, вам сложно уже создать свой собственный, да, то есть вы как бы впитываете образ, созданный в католической Польше, католиками, да, и тут возникает вопрос, насколько, как вообще, да, вот этот постулат о том, что, допустим, наша, там, православная культура более терпима к иноверцам, как она может, ну, он как бы не снимается, но возникает логичный вопрос. Если в том, как смотреть на иноверца вы берете, там, из польской книжки, то сложно создать что-то третье, да, при этом это не только касается, там, Старовольского, да, переводы всей полемической польской литературы антиисламской, она, это, в общем, очень распространено, да, и есть, скажем так, классические сюжеты, которые перетекают, да, любая полемическая литература, она интересна чем? Тем, что она как в 13 веке, там, условно, да, так и в 17 веке, она знает определенные классические сюжеты, да, то есть всегда присутствует, допустим, диалог христианина с мусульманином, да, и он, да, в этом диалоге, пусть он даже воображаемый, но он выдается как бы за достоверный, да, всегда в этом диалоге, как бы, христианин показывает своему оппоненту в том, что ислам есть, религия неверная, а христианство, соответственно, верное, да. Да, есть очень любопытный сюжет, если уж мы начали говорить о русских переводах, такой сюжет, который мне очень, может быть, будет немножко забавным, да, одним из путешественников, которые я хотел себе, значит, рассказать, это Кшиштоф Радзивилл-Сиротко, такой очень известный, да, представитель магнитерии в польске, из Великого княжства литовского, да, который известен своим таким ключевым, да, вот, путешествием на восток. И само путешествие было в конце XVI века, тем не менее, я считаю тут, как бы, хронологические рамки очень условными, да, потому что это произведение Сиротки оказалось ключевым для XVII века, для XVIII и для начала XIX, его постоянно переиздавали, переводили, он распространялся в огромном количестве списков, и там есть такой сюжет, который якобы, будучи, когда якобы, будучи в Сирии, князь присутствует при перекрещении, да, условно, не перекрещении, а при смене религии одного католического монаха, который принимает ислам. И если вы, допустим, возьмете перевод, адаптированный перевод, сделанный в Москве в XVII веке, да, при дворе московского царя, там будет слово в слово все то же самое, за исключением одного вопроса, который, вероятно, для московского читателя, таким, я не знаю, может быть, Лызлов, когда это переводил, пытался как-то позволить читателю почувствовать себя на месте этого несчастного монаха, вот, да, там Кади, да, спрашивает, у него есть определенные формальные вопросы, которые он задает человеку, который хочет принять и слово, вот, и там есть, да, набор вопросов, там, уверен ли ты, да, что хочешь, там, принять ислам, там, в своем ли ты уме, в русском переводе единственное отличие, не являешься ли ты пьяным, не пьян ли ты, да, то есть, как бы, читателю русскому важно, да, такое вот дополнение, не только способность человека, адекватная мысль, да, но и в каком воздействии, чего он может находиться, чтобы принять идею, что можно отказаться от христианства в пользу славы. Так, я ответил на ваши вопросы? Извините, я просто, кажется, в общем, уже как-то отошел с собой нити повествования. Да, соответственно, вся, вернемся к такой заявленной теме, значит, лекции, да, путешествия. Есть литературная традиция полемическая, соответственно, особенность этой литературы, да, как я уже сказал, то, что люди никогда в жизни не были на Востоке, но существует же связь с Востоком и реальная, да, то есть, есть реальные люди, да, которые этот Восток видели, да, и, соответственно, у нас есть и путешественники, у нас есть, соответственно, дипломаты, да, как, наверное, вы знаете, Польша так и до момента собственного, да, третьего раздела так и не сумела создать какую-то систему, да, вот такой раз в дипломате, да, то есть у них не было представителей постоянных, по мере необходимости Сейм принимал решение о том, что, да, необходимо выслать дипломатического представителя, это считалось такой, одним, очень слабым, слабой частью. Да, и, соответственно, есть реальные люди, которые на этом Востоке были, да, если мы говорим о паломниках, то это в основном на святую землю, если мы говорим о дипломатических представителях, то это всегда люди, которые ездили в Стамбул, и есть люди, которые ездили в Крымскому хану, да, и если, там, скажем так, пилигримов не очень много, да, особенно людей, которые оставили какие-то записки, да, или воспоминания, о которых мы можем говорить, дневники, то дипломатов хоть, ну, значительное количество, да, то есть это есть, да, в зависимости от периода, да, но, в принципе, да, связь дипломатическая между Польшей и Османской империей, она постоянная. И нельзя говорить, что дневники и, да, вот эти вот записки в некотором роде, ну, обладают каким-то определенным схожестью, да, потому что получается так, что есть определенная закономерность. Если мы говорим о записках дипломатов, они практически никогда не описывают, не высказывают своего отношения к тому, что они видят. И тут, как бы, возникает вопрос. Если, как я уже сказал, они являются наследниками определенной традиции, то они не могут не высказывать своего отношения. А если они, да, соответственно, когда мы говорим о дневниках, то мы видим, что авторы довольно много внимания уделяют описанию того, что видят выражение своего отношения. И есть две закономерности, которые можно выделить. Такие ключевые, что если наиболее богатые по описанию источники связаны с людьми, так или иначе связаны с католической церковью. Это первое. И написаны людьми не напрямую, а переписаны. То есть есть определенная особенность, что из вот этих записок о путешествиях пытаются создать некое новое произведение полемической литературы. И оказывается, что нету практически разницы между литературами произведения людей, которые никогда в жизни не были на Востоке, и теми, которые были. Да, если сравнивать 17-18 век, то там логично было бы ожидать, что то, как тот образ, который создается, да, иноверция, должен измениться, но он не меняется. Да, то есть у нас есть определенный раздел, да, это крыловицкий мир, да, когда в принципе для западной цивилизации никакой угрозы нет. Да, когда, да, 18 век у нас всегда в первую очередь ассоциируется там в первую очередь с просвещением. Да, и теоретически было бы ожидать, что мы можем посмотреть там, да, на литературу западноевропейскую, там турецкая тематика больше не, да, она видоизменяется. Да, потом все это вырастет в то, что потом сейчас называют ориентализмом, да, идеей там Эдварда Саида о том, что у Запада свои отношения с Востоком, оно все есть. Да, но тем не менее в польской литературе этого не происходит. И, да, более того, определенные сюжеты продолжают, да, появляться, которые, казалось бы, к 18 веку не имеют никакого отношения. Допустим, таким ключевым, таким моментом, да, путешествия паломнического того же Радзивилла в 16 веке, да, есть сюжет о том, как он на корабле попадает в бурю, он, там, падает на колени, да, просит Бога о спасении, и буря прекращается. Если мы берем путешествие такого Дроговского, да, который ездил, опять же, да, на ту же Святую Землю с 1789 года по 1793, то есть это самый конец 18 века, вы обнаружите точно такой же сюжет. Да, да, он выходит в море, начинается буря, корабль вот-вот утонет, он молится Богу, да, и ничего не происходит. Да, то есть, как бы, до бури прекращается, он достигается в этой земле. Да, то есть, есть определенные, скажем так, темы, которые продолжают, определенные нормы, да, которые продолжают присутствовать как в полемической литературе, так и в литературе путешествий. Да, если мы говорим о, да, о том, кто есть пророк Мухаммед, да, то, как я уже сказал, да, что ключевым, ключевым таким моментом при создании образа, да, пророка Мухаммеда, да, это была вот эта традиция о его лжепророчестве, да, то есть еще в 13 веке, да, вот в этой идее превосходства христианства над исламом, да, была создана, да, идея, то есть педалировалась идея о том, что пророк Мухаммед лжепророк, что его религия искусственное создание, что никакие, значит, что он просто взял там чуть-чуть от христианства, чуть-чуть от иудаизма, чуть-чуть там от еще чего-нибудь и свою религию создал, да, что он, да, то есть и опять же, да, и мы вот это вот нормативное описание пророка, оно как бы гуляет от 13 века до века 18, но только не в польской литературе, эта норма продолжает сохраняться вплоть, ну, чуть ли не до сейчас, конечно, но до конца 18 века, так точно, да, и это является, в общем, в каком-то смысле ее особенностью. Вот, допустим, чтобы перейти к каким-то таким примерам, да, сейчас я приведу пример из первой польской энциклопедии, да, первой польской энциклопедии назывались «Новые Афины», вот, где, и это, соответственно, получается, у нас 1747 год, просто цитата, да, это «Отвратительный сектор и Магомед, автор из верблюжьих пастухов пророк фальшивый, идиоты умны среди глупцов, король шайки, осел, они божий посланник, ошибок они пути спасения указатель, проводник пропасти, просветитель ослепляющий, доктор глупости» и так далее, да, то есть ситуация, ситуация, когда практически нет изменений, и тут, как бы, возникает вопрос, почему, да, и насколько это связано с самим католицизмом. Если, почему, почему, да, у тех, кто не связан непосредственно с католической церковью, нету, да, таких подробностей, а у тех, кто так или иначе, да, с ней связан, они есть. И на этот вопрос пока непосредственного ответа у меня нет. Вот, но есть определенная, скажем, да, тенденция, которая просматривается. Да, опять же, если говорить о каком-то нормативном взгляде на мусульман, то этот нормативный взгляд, также, будучи созданный полемистами в 13 веке, он продолжает существовать и в веке 18, да, то есть когда кто-либо из, будь это тот же Драговский, да, в 18 веке или тот же Радзивилл в веке 16 попадает на восток, есть определенный набор черт, которые продолжают, как бы, существовать, да, допустим, отличительной чертой является то, что называется множеством народа, да, каждый из них, попадая на восток, обнаруживает, что вокруг огромное количество людей, да, и если вы откроете там литературу времен первых крестовых походов, да, то есть определенное нормативное сравнение иноверцев с саранчой, да, что они как саранча, да, опять же, да, населили эти земли и угрожают христианству, да, все мусульмане традиционно жадные, да, то есть идет процесс такой дегуманизации мусульман, да, то есть они жадные, склонные к обману, они глупые, они, то есть целый набор негативных черт, которые присущи мусульману, не присущи христианам, да, и опять же, это даже с учетом того, что там для полемической литературы это традиционно, возникает вопрос, почему это, опять же, проявляется в литературе, да, у путешественников, но, тем не менее, это проявляется. Если, да, таким ключевым моментом, такой классической антиисламской литературы является такой мотив войны священной, священной войны, да, о необходимости вырвать, соответственно, святую землю из рук того, кого называют язычниками, да, и полемическая литература, она как бы, особенно в классическом своем понимании, она как бы выдвигает определенный постулат, что вот, есть святая земля, она находится в руках язычников, ее надо освободить. У вас 17-18 век уже в западной католической мысли идеи о том, что нужно идти в Иерусалим, ну, просто нет, да, там, Газбурги занимаются, там, решением своих проблем, да, там, французские короли решения своим проблем, там, там, британцы, я не знаю, я тут, да, пытаются колонизировать Америку, в Польше это все сохраняется, да, то есть идея о необходимости идти куда-то на восток, она у вас появляется в литературе, связанной, да, относящейся, в общем-то, к просвещению. При этом эта святая земля, она не обязательно находится в Иерусалиме, она может находиться, да, где угодно. Если вы откроете, там, Мартина Вороневского, такого известного польского дипломата, относившегося к 17 веку, у него есть сравнение Крыма, он ездил в Крым с землей обетованной, да, которую, да, в своих, в своем обращении к королю призывает вырвать из рук язычников, да, то есть идет, да, такой процесс адаптации идеи священной войны в условиях, когда, в принципе, ее практически, ну, то есть она не ведется фактически, но сама идея продолжает существовать. Да, каким, там, таким ключевым моментом, который тоже продолжает играть грандиозную роль, это идея о том, что мусульмане, да, мы должны негативно относиться к мусульманам, да, просто потому что они сами негативно относятся к нам, да, то есть идея о том, что они нас ненавидят, да, позволяет нам, в общем, с ненавистью относиться к ним самим, да, и, да, начиная, опять же, да, с эпохи крестовых походов, когда, да, христиане попадают, да, под власть, соответственно, мусульман, да, она продолжает в той или иной степени продолжает играть, ну, иметь значение в веке 18-м, да, то есть любой, там, польский путешественник или посол будет из разу в раз рассказывать о том, что, там, несчастные христианские подданные турецкого султана влачат самое жалкое существование, да, о том, что, там, я не знаю, христиан там не считают за людей, о том, что, да, вся деятельность, о том, что христианские состояния находятся в запустении, о том, что церкви разрушаются и так далее. А можно уточнить, это относится и ко всем православным, которые под властью этот взгляд? Или тут есть все-таки какой-то некий раздел, там, предположим, католики-венгры под властью турок, это, как бы, я понимаю, не поляки какие-то, а болгары, а сербы, а черногорцы, а там, предположим, южные, там, украинцы, ну, условно говоря, там, русские и так далее, это все тоже в этой во всей экономической системе, это все-таки уже другая история. Это сильно зависит от случая к случаю. Скажем, опять же, тут нужно относиться, как бы, то, что бы сейчас назвали бэкграундом, да, самого автора, допустим, нормой является, они, как бы, упоминание о том, что, допустим, речь идет о не католиках, да, о православных, о схизматиках, но все-таки о христианах. То есть, продолжается, да, у вас в XVIII веке, да, даже в литературе, не написанной, допустим, там, священником или, да, лицом приближенным к церкви, продолжает существовать противопоставление христианин-мусульманин. Не поляк там и турок, не, то есть, они тоже есть, но у вас все время вот это вот противопоставление христианства в совокупности и мусульмане в совокупности, оно продолжает быть и в XVIII веке. Да, и нет, есть, как бы, работы, допустим, есть как раз идея о том, что путешествие на восток Радзивилла очень сильно было исправлено иезуитами в свое время. И там, допустим, есть специальный, да, то есть, это был такой эпоха конфессионализации, да, эпоха, когда католическая церковь пыталась дать отпор, в первую очередь, протестантам. И есть, скажем, теория, что дневники Радзивилла были специально исправлены именно как полемическое сочинение направлено против протестантов. И там есть, скажем, нападки на протестантов, что на самом деле, да, опять же, любопытный сюжет. Классический диалог христианина с мусульманином в литературе, допустим, антиисламской у Радзивилла появляется тоже, только это диалог самого автора как католика с иерархом армянской церкви. И они между собой переговариваясь приходят к выводу, что протестанты даже христианами не могут считаться. Да, то есть, это, оно, вот эти вот классические моменты, они проявляются, да, видоизменяются вместе с эпохами, но они остаются. Но, тем не менее, когда речь идет о противопоставлении христиан, то там Хаментовский, который, допустим, ездил в начале XVIII века договариваться с турками о союзе против шведского короля, да, извините, с турками о союзе против, соответственно, да, там была идея, да, шведский король после Полтавы бежал в Турцию, да, и была, значит, да, какая-то, да, сложилась ситуация, когда речь посполитая как союзник Петра должна была как-то вступить в войну с турками, чтобы этого шведского короля оттуда выкурить, да, и все равно он едет и в XVIII веке обнаруживает, что христиане-то, в общем, он едет по православным землям, но христиане ущемляются. Все эти мотивы, они просто повторяются. Нормы, нормы описания иноверца, нормы, да, того, что ислам является религией ложной, что мусульмане ненавидят христиан, что они глупы. Да, опять же, да, то, на самом деле, что потом превратится в так называемый ориентализм, да, вот эта сверхглобальная идея превосходства христианина над иноверцем, который в XIX веке или в XX или в XXI, да, если следовать тому же Саиду, да, она превратится вот в эту власть запада над востоком, она проистекает именно оттуда, что на самом деле христианин во всех своих проявлениях превосходит всех остальных, в первую очередь мусульман. Да, практически в каждом сюжете есть, в любом произведении есть мотив, да, как умные христиане обманывают этих турок, что турки настолько глупы, что, в принципе, да, они, пытаясь как-то навредить христианам, но христианам ничего не стоит этих турок обмануть. Вот это и есть ориентализм, по сути, то, что сейчас так называется, он растет именно оттуда. Я могу попробовать развернуть просто нашу дискуссию в какое-то обсуждение с вопросами, ответами, еще с чем-то, или просто, ну, просто я думаю, у меня есть много-много-много примеров, я просто даже не знаю, насколько увлекательно будет их просто зачитывать. Я могу перевести просто какую-то лекцию в формат дискуссии, если вас это больше интересует. Только польские авторы путешествуют, где-то относятся к мусульманам, или происноходящиеся страны тоже, почему-то в поле это выделяют. Они наиболее реальные католики, или что? Нет, в общем, то, с чего я начал, нормы отношения к иноверцу, к мусульманину, это общая такая католическая западноевропейская традиция, где поляки всего лишь ее часть. Но Польша – это страна, которая умудрилась в своей культуре, удивительным образом, это сделать частью собственного национального самосознания, скажем так. В очень мусульманском мире. Дело даже не только в мусульманском мире, а они себя воспринимали как защитники всего христианства. Соответственно, если главная угроза сейчас – ислам, то это будут защитники против ислама. В смысле, они себя считали, что они только поляки. В смысле, защитники – это ислам в основном мире? Да. Есть даже такой термин «пшедмуже Европа» называется, что Польша есть стена, которая защищает христианский мир. От всего, что находится на востоке. В смысле, это Россия? В естественном. Здесь немножко мусульманский тимон. Зависит от того… Опять же, от конкретного сочинения. Это может быть и против России. Но… Восток. Все, что вы скажете. В смысле, это украинская? Не, ну, как бы, да, до, вплоть до конца, да, там, по сути, до второго раздела Польши, да, Украина – это все-таки, там, более или менее, это часть речи посполитой. Соответственно, это не может быть направлено против, скажем, восточного христианства. Да, есть, скажем, немножко другая тема, да, есть довольно распространенная идея, что то, как, допустим, европейцы, да, те стереотипы, которые европейцы имеют по отношению к нам, к православным, к русским, как он называется, да, они появились во время, там, войны со Стефаном Баторием, да. То есть поляки, воюя с, да, с то, что мы назовем, русским царством, имели возможность, да, считаясь в некотором роде как католики своими, да, вот через, да, создать какие-то определенные стереотипы, да, такую эффективную пропаганду, создавая такие стереотипы о том, что называется Россия, да, которые, допустим, существуют сейчас, да, то есть распространялись, там, история о том, как после взятия, там, чего-нибудь русское войско вырезало, там, столько-то людей, да, то есть теоретически это работает, но, скажем, с точки зрения защиты религии и Европы, это не очень работало с Россией, понимаете, вам сложно убедить кого-нибудь где-нибудь в Риме, что Россия это прям угроза, угроза существования католицизма, но в Риме абсолютно не сомневаются, что если турки войдут в Вену, то они рано или поздно войдут в Рим. В современном мире больше мусульманства, как мы здесь, да, отношения, такое же осталось, что с 5 отношений? Бежество не пустит, да? Нечеть есть больше? Нечеть есть больше. Даже польские татары есть, даже кетартисты были известны. В этом, как бы, является соль всего исследований и то, это то, что продает научность вообще всему этому труду, да. Есть определенная, скажем, идея, что мы являемся представителем, имеем какое-то самосознание, и мы, поляки, все. Да, и, скажем, определенные нормы отношения к иноверцам, они существуют в любом обществе. Так вот, как наша, так, в общем, и польская. Польские нормы, они как раз закладывались в эпоху 16-17 века. У нас это было связано, в первую очередь, с реформами Никона. Да, когда почитаете, что говорит об иноверцах до Никона, и потом посмотрите, что говорит об иноверцах после Никона. Да, то же самое, да, в Европе и в католицизме. Да, эпоха конфессионализации, да, когда католическая церковь обновляется. Она понимает, что протестантизм нанес ей такой урон, что она находится на грани собственного существования. И если она не изменится, если она не ополчится, если иезуиты не возьмут в руки оружие, католицизм, да, как религия, может погибнуть. Соответственно, польское общество, как католическое общество, да, оно как бы мобилизируется вместе с ними. Да, и есть определенные взаимодействия, да, с взлетом всей полемической литературы этой эпохи. И именно вот в процессе, да, в 16-17 век закладываются определенные нормы через культуру. И эти нормы существуют до сих пор. Даже если вы не ходите в церковь, вы все равно с точки зрения своей культуры являетесь христианином. Да, вы можете не верить в Бога, но ваша культура христианская и ваши нормы отношения к иноверцам, они заложены в вас. Вам иногда, ну, и как бы вот именно тогда. Опять же, да, смотрите, да, вот я рассказал о мотиве, что мусульман как в саранчах. Вспомните, как мы характеризуем мигрантов, которые приезжают к нам из Средней Азии. Их очень много, мы их не понимаем, и они бегают, и, возможно, даже нам угрожают. Да, они обманывают, воруют, ну, наживаются. Вот смотрите, да, есть вопрос, что является здесь правдой, а что является уже продуктом, да, заложенной в нас норм отношения к... Да, вы же не рассказываете о том, как молдаване как саранча заполнили Москву, наживаются и обманывают на рынках. То, что молдаване ехали на Запад, начали румынское гражданство, поэтому... Украинцы. Украинцы, они не знают, что происходит. Хорошо. Вы уже знаете, Польша и мусульманский мир, и, то есть, в Испании тоже каталистическая страна, с лавровым отношением, у них по разным отношениям сложилось. Те как-то в своей культуре сармировали что-то, а здесь какое-то путешествие, с вашей точки зрения, да, стоит лучше. Ну, нет, но, как бы, если вы помните, для... в Испании все закончилось, да, в Испании просто, да, был уникальный опыт, которого практически не было никогда в, наверное, в европейской истории, у них был период мирного сосуществования. Да, когда Испания была... да, Испания католическая была вынуждена существовать с Испанией мусульманской. Европейская культура такая была во времена, соответственно, существования государств в... нет, на, соответственно, святой земле, да, когда после... по итогам первого крестового похода есть христианские государства в окружении, да, проживающие вместе с мусульманами, да, и, да, вы как бы вырабатываете в итоге, по итогу, нечто среднее, да, вы вынуждены с ними существовать. Вы больше не можете ходить по улице, но говорить, что всех их надо сжечь как еретиков, потому что вам придется сжечь каждого третьего. В Испании, к сожалению, в момент, в какой-то момент им практически, да, они же всех мавров выгнали, да, существовательно, никакого, да, какое-то мирное существование закончилось, окончание моря-конкисты, и все мусульмане были изгнаны из Испании. Как раз, как раз, это в том числе, это был, да, вот такой процесс общий. Ну, а в Испании сейчас нет негативного отношения такого маврового, больше того, даже сейчас это очень много. Можно к Польше вернуться и подсказать, что вот в польской историографии, вот, ваше путешествие, вот, ваше таким словом говоря, они различали, допустим, порту и крымское ханство, и какое у них было отношение вот к двум этим государствам. Они понимали, что это подчиненность там, или вот когда они ездили, допустим, в Крым, да, и когда они ездили в Константин. Представим вопрос, Светлобольс или Стамбул, он для поляков являлся, ну, хотя бы отдалённо, напоминать то, что для православного христианства превращение Айсофии, там, из Храма, вот это как-то было отражено? Или они всегда до Иерусалима с устраняем? То есть, в том, где они не были в Светлобольском городе? Начну, наверное, со второго вопроса. Он не воспринимается как Святой Город, но он воспринимается как то, что называется укор всему христианскому миру. Да, то есть, есть, да, бесконечно, знаете, как во время молитвы, да, как мантру, что вот это земли христианства, а теперь они под властью врагов христианства. И, конечно, Константинополь, он не обладает такой сакральностью, но он, да, конечно, он, конечно, всегда упоминается как город, который был христианством утрачен. Что касается султана хана, ну, как бы, кто такой турецкий султан? Турецкий, как бы, у христиан есть папа, и папа есть источник, да, непогрешимости, центр христианского мира. У них нет папы. Да, они там, в принципе, люди, которые там более-менее, там, образованные, находили, там, я не знаю, пример. То есть, да, у вас есть, да, когда вы сталкиваетесь с незнакомой культурой, вы, наверное, замечали, вы начинаете ее сравнивать со своей. Да, в этом, как бы, идет процесс познания, взаимопознания. Да, и, как бы, конечно, да, тот же Рэдзивилл, будучи очень образованным человеком, он говорил, что вот есть там кто-то у них, человек, да, вот, да, нету, как бы, духовенства, как у нас, но, в принципе, есть нечто похожее, есть, как бы, персонаж, который, в принципе, да, по власти может быть, там, сравнен с нашим папой. Да, ну, авторы-полемисты никогда этим, никогда этим, не ставили над этим вопросом, для них нету фигуры главного мусульманина после, соответственно, да, пророка Мухаммеда, значит, то есть турецкий султан. Турецкий султан, как бы, получается, мусульманин номер один, и он является, да, носителем целого набора, да, максимально негативных, да, он, человек, который претендует на то, чтобы, да, опять же, да, да, высмеивается его претензия, да, кем себя чувствовали турецкие султаны, они себя через, да, захватив Константинополь, они через византийских императоров чувствовали себя наследниками Рима. Да, никто вам в христианстве никогда в жизни не позволит турецкому султану чувствовать себя наследником Рима. Да, это мусульманин номер один, он лживый, он, да, и, да, опять же, от эпохи к эпохе, да, идет, как бы, сравнение, опять, да, с тем, что есть, допустим, тот же польский король. Польский король – это человек, который является, да, набором добродетелей, просто потому, что он христианин и является христианским, да, государем. Есть, опять же, очень сюжет распространенный в той же полемической литературе, так называемые письма турецкому султану, они есть и в нашей, и в русской традиции в 17 веке, и раньше есть даже, сейчас не вспомню фамилию, исследование, да, довольно известная переписка турецкого султана с Иваном Грозным, да, созданная, в общем, в 17 веке, где, и, между прочим, если вы сравните вот эту переписку с классической, польской перепиской польского короля с турецким султаном, вы можете, что как будто их посоление те же люди. Есть норма, что, да, турецкий султан пишет польскому королю, где ты, там, я тебя приду, весь твой народ порабощу, там, я не знаю, краков снесу, в гений огненный сожгу, потому что бог твой никто, а мой бог все. Да, и это, это как бы является, да, продуктом западноевропейской полемической литературы. Да, потому что если ислам придуман дьяволом, а он, да, у полемистов он придуман дьяволом, это является, да, Мухаммед лже-пророк, но его рукой управляет дьявол, иначе не получается священной войны. Соответственно, если у нас турецкий султан мусульманин, да, мусульманин номер один, то его деяниями, в общем, управляет дьявол. Конечно, в XVIII веке в этом не увидите, просто потому что, ну, все-таки дьявол это слишком. Но набор черт негативных и относящихся к мусульманину как к таковому будет, допустим, турецкий султан всегда очень глупый, он всегда хочет обмануть христиан, но христиане справятся. Не в XIX веке. Ну, опять же, да, оно существует. Да, оно существует. А как-то на фоне такой переписки заключаются те же самые мирные договора, и там же надо писать уже по-другому, без всяких оскорблений. И надо их заключать, потому что бой докончается, и надо подписывать какие-то торговые соглашения. И все это было в этих же веках между христианскими государствами и той же Османской империей. И там же надо писать титулы и всякие уважительные моменты, и наступать тогда на горло своим взглядом. Ну, это же, понимаете, это все-таки продукт внутренний, да? Он создается, да, вот опять же, да, те же дипломаты, которые отправляются на восток, и не будут думать, что едут в логовь дьявола. Они, в принципе, соотносятся с тем, что они видят. Если, да, то, о чем я говорил, если они не связаны напрямую с католической церковью, и взгляд может, да, у них по-прежнему, да, они являются, как бы, скажем так, продуктом определенной культуры, и для них всегда будет существовать тот факт, что они христиане, а это люди не христиане. Да, что, ну, вот таких, да, домыслов, то есть, как бы, все, как бы, есть, как бы, вот эта норма дипломатических взаимоотношений, она без, то есть, она выглядит, да, как такая свойственная эпохи, да, уверения в преданности, вечной дружбе и так далее, да, оно все есть. И, видимо, даже обращались к другу, так как бы, увидел, что там брат мой, да, ну, в общем, да. Ну, да, но, помимо этого, параллельно существует, вот, да, понимаете, одно дело, тут это, в чем, в чем интерес, да, что одно дело, как бы, дипломатические взаимоотношения, другое дело то, как люди на это смотрят, да, потому что большинство населения никогда в жизни не было на Востоке, никогда в жизни туда не поедет. Но они читают книги, если умеют читать, а если умеют читать, они не слушают то, что им говорят с папирской церкви, а с папирской церкви, он говорит, что это враги, это, ну, как бы, исчадие ада и так далее. Отспрашивали, да. Не на одно лицо. Мусульманин всегда остается мусульманином, но турки всегда считаются хуже. Просто потому что, да, все-таки, турецкий султан главный мусульманин, а, соответственно, турки, они хуже, чем арабы, например. Как бы стабильно. То есть, турки слабее, турки сами там боятся, а есть, да, опять же, арабы, например, могут быть благородными. Турки не могут быть благородными. А насколько вот в 18-м, даже в 17-м веке познания о Востоке растирались дальше турецкой инферии? Ну, смотря где. Да, 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 но это единичный случай. У нас был, там, Бойл, который до Индии доехал, знаете, в 16-м веке. Да, католический миссионер у него там есть. Да, но я, как бы, никогда не, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, не интересовался, потому что там не живут мусульмане. Да, для меня именно вот этот вот, да, кто у нас... Как раз в то время были великие монголы, это на мусульманской инферсии. Ну, великих монголов, ну да, но сколько, то есть, это не является, это что-то очень далеко и не очень интересно. Ну, понимаете, вы все-таки с турками вы сталкиваетесь. Туркин, с турками там постоянно там... То есть, христианство воюет с турками. Все-таки христианство, христианский мир, европейский мир не воюет с великими монголами. Да, когда... Тут вопрос в том, что когда христианский мир забыл о турках и начал заниматься другими вещами, да, в польской мысли такого резкого поворота не случилось. Хотя, в принципе, должен был. Но нет. Да, и... Все-таки это же не только... Это же не проявление какой-то такой ненависти. Да, это же и интерес. Да, в первую очередь, да, там... Многие... Многие представители шляхты интересовались востоком. Именно востоком турецким. Там всем известно, что элементы разные, там все вот эти вот знаменитые кушаки, там пояса слуцкие, это все-таки влияние востока. Если там очень часто можно встретить, что въезд посла Речи Посполитой сравни с въездом в восточного... Повелителя восточной страны, где там будет много цветов, все подряд. Ну, то есть, это... Это как бы главный сосед, это главная угроза, и это объект для интереса. Допустим, то, чем... Я бы сказал... Я думаю, что в большей степени, в большей степени, чем Россия. Хотя, не знаю. С православными тоже интересно, да? Вспомните, да, все-таки восстание Богдана Хмельницкого, такой очень любопытный эпизод общей истории, да? Богдан Хмельницкий защищает... Ну, окей, да, он защищает казачество, но в первую очередь он постулирует, что он защищает православных христиан. То есть, он превращает войну, да, то, что называется, да, там, восстанием, да, там, воссоединение Украины с Россией. Он, по сути, устраивает в себе маленькую религиозную войну. По сути. Да, он говорит, что проклятые ляхи, паны, католики, в общем, да, это православное население. Не дают нам верить, да, заключили Брестскую, да, Брестскую унию, не дают нашим, там, священнослужителям равных прав и так далее. При этом, да, если вы откроете, там, вот это знаменитые были... Он делает очень странные вещи. Да, как бы при взятии Львова, он отпускает всех католиков и почему-то вырезает всех евреев. Более того, он заключает союз с крымским ханом и платит ему за этот союз православным населением. Да, то есть он позволяет крымскому хану угонять людей, которых он якобы защищает, платя ему за помощь против польского короля. То есть для него помощь мусульманина оказывается... против католиков оказывается значительно предпочтительней, чем... даже взаимосвязь с католиками. Это любопытно, да? Или, да, я не знаю, если возьмете полемическую литературу нашу, православную, то, конечно же, главным врагом является католик. А вот протестант почему-то очень даже симпатичный. Иногда доходит даже до... в общем... идеи о том, что не такая уж и большая разница. Скажите, вот вы идеи сарматства, да? Там тоже были какие-то восточные корни? То есть, я понимаю, это о том, что шляпка по происхождению отличается от основного населения, даже не является славян. Так? Такая тема очень глобальная. Ну, в общем... Да, как бы... Скажем... Так сложилось, что в Польше, да, сформировала своя такая культура, то, что они называют сарматизмом, да? Когда... Я бы сказал, имеющую сходство с некой такой уже фашистской теорией, не знаю, на генетическом уровне, да? Да, идея заключается в том, что вот это, да, вот то, что называется правящий класс, да, если говорить словами марксистов, да, это шляхта, да, она, да, все больше и больше преобладала в власти, влияние, да, дойдя до того, что, в принципе, она оказалась единственным носителем этой власти в стране. И, да, были несколько веков, в общем, довольно успешны для польского государства, да, и в политическом, и в экономическом плане, да, и эта эпоха сформировала в этой шляхте идею о том, что они являются уникальными, что они не являются, они являются просто дворянами, как было, допустим, на Западе, да, а являются уникальным сословием, разительно отличающимся от всех вокруг, что, опять же, есть набор классический, да, добродетелей, это храбрость, там, что, что отличает рыцаря, они считают, говорят, что мы рыцарь, который передается, в общем, практически на генетическом уровне, ты не можешь быть рыцарем, если ты не родился шляхчем, ты не можешь, да, человек, который приезжал, допустим, будучи подданным Гавсбургов в Польшу, он не считался шляхчем, он считался ниже, да, то есть, сформировалась такая определенная корпоративная культура, да, и чтобы в очередной раз там подчеркнуть свою исключительность, оно сказало, да, была выработана идея, что люди, проживающие в стране, это имеют одно происхождение, а они имеют другое происхождение, да, то есть, они как бы даже на таком уровне происхождения, да, являются другим народом, призванным править этими людьми, и вот это право на управление, оно объяснялось этим происхождением, и это было таким, да, то, что считается то, что провело, в общем, Польшу к краху, государство, да, когда это, изначально это не выглядело опасным, и в России была, да, Боярская дума, во Франции были генеральные штаты, да, изначально вот эта власть, скажем, условно, короля и дворянства, она как бы друг друга равновешивала, да, король был первым среди равных, условно, да, это все выливалось, там, да, вот этих родовой аристократии, да, что, но просто в момент, да, формирования изменения, да, уходит, да, вот эти, после феодальной монархии, уходит, да, вот эта эпоха, сословно-представительская монархия, она уходит, да, там, Людовик XIII, там, там, самодержавным, не самодержавным, русской, да, абсолютным монархом, да, везде становится абсолютно монархи, в момент, когда, да, Да, просто меняется конъюнктура. И не сумев, да, заблокировав эти изменения, они не сумели принять вызовы новой веры, новой эпохи. Да, когда нужно было, да, да, то есть любые попытки короля укрепить свою власть приводили к тому, что, да, к мятежам. Любые попытки провести реформы приводили к войнам. Да, и мы привели к падению государства. Просто, что интересно в сарматизме, это то, что, да, ну, относясь к теме, то, о чем мы сегодня говорим, да, то, что сарматизм подразумевает уникальность польского рыцаря, защитника веры. По сути, крестоносца. И для них, вот это, да, это полемическая литература, одно из того, да, литература путешествий, одно из того, это, да, тот же Редзивилл, да, который, да, отставил, да, вот это знаменитое путешествие на восток, да, о котором мы сегодня много раз вспоминали, пересдавающий еще в 18 веке, еще в 18 веке это читать, да, и в 19 веке тот же и Юлиш Словацкий, да, поэты-романтисты 19 века черпали в Редзивилле очень много, да, он получил от папы римского право называться рыцарем иерусалимским, да, да, ну, так подумать, что, окей, это конец 16 века, то есть иерусалимского королевства нет уже, ну, 400, да, для него это, да, настолько было важно, что он у себя, да, повелел на своей могиле выбить вот этот мальтийский крест, чтобы все помнили о том, что он защитник, он один из тех, кто защищает гроб Господь, да, и это, да, совмещалось в нем с тем, что он католик, что он не то, что шляхтищ, он шляхтищ, ну, шляхтищ, это важно. Еще вопросы? Может, последнее, а после вот обороны Вены как-то изменилось вот это отношение, то есть когда прямое произошло такое большое, да, одно из, самое большое столкновение Европы и в целом церкви с Азией. Вот отношение к мусульманам после того, как уже по Ленке Ваучи увидели 200 тысяч турков, победение их, или все так же султан такой же исчадит, только уже его можно победить, или все проблемы Польши перекрылись? То есть теоретически, да, ну, опять же, да, я, да, что-то, 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 что-то просто, по идее, это все должно быть, как бы, нету, это перестало быть общеевропейской темой. После Королевского мира, да, после спасения Вены, это больше никого не интересовало. Но все эти турецкие войны в внезападной Европе. То есть это стало проблемой Австрии? Это, по сути, да, стало проблемой, да, и сразу там время от времени велись там воины с турецким султаном, который откатывался все дальше и дальше, и дальше, и дальше, пока там по результатам двух балканских войн в начале 20 века его чуть не выкинули обратно в Среднюю Азию. Это перестало быть какой-то, да, ну, там, может быть, во времена Крымской войны, да, когда там все дружно за него вступились, это перестало быть идеей, волновавшим мы. Ну, а в Польше нет, да, то есть эта идея вот этой Великой Победы, она не прекратила поток, ну, и полемической литературы в том числе, да, и уже во многом основанной на мотивах этой Великой Победы, где, по-моему, даже была какая-то любопытная. Вот, допустим, произведение 1714 года, да, многие... некий Петр Кчевский. Считается, что там главные антагонисты, они это как Ян Собецкий и Турецкий Султан. Ну, просто литературу по мотивам, но она продолжает их волновать. И это любопытно. Да, то есть возникает вопрос, да, литературу эпохи просвещения западноевропейской, это уже другой взгляд на восток. Да, то такой классический, который сейчас-то, опять же, критикуется. Да, то, что называется, да, реалентализм. Опять же, вспоминаю. Меняется, да, то есть у вас, посмотрите, как описывают, это уже, да, такой взгляд снисхождения. А в Польше нет? Вам спасибо. Думаю, что все. Спасибо. Спасибо.